В цехе о том, что они наиболее реактивные структуры, то есть структуры, которые реагируют на дисбаланс в той или иной системе, в любой системе, значит, и в норме парные мышцы, то есть понятно, что мышцы парные с двух сторон. Если мы берем точно так же, как мы делили тело человека на 2 симметричные половины на точном массаже, то есть, напоминаю, через родничок, нос, грудину, пупок, ломное сочленение, и сзади, через родничок, середину затылочного бугра и пластистым отростком позвонков. Значит, получается две одинаковые симметричные части ледовища, слева-лева и справа, и мышцы, которые располагаются, они получаются парные, то есть одинаковые. Так вот, в норме эти парные мышцы, а также мышцы-антагонисты, то есть, допустим, сгибатели-разгибатели и так далее, они находятся в состоянии сбалансированного напряжения. То есть, это чисто рефлекторный момент. И человек прекрасно знает, прекрасно ощущает, что любое движение осуществляется в ситуации, когда они работают синхронно. Мы это знаем, рефлекторный механизм. Ну, допустим, ходьба, да, то есть пока нога сгибается, выпрямляется, ставится, и когда она ставится на твердую поверхность, тогда начинают рефлекторные, начинают сокращаться мышцы другой ноги и так далее. Так вот, все эти группы мышц находятся в состоянии сбалансированного напряжения, то есть, они зависимы друг от друга. И практически основа, вернее, основа практически всех проблем заключается в том, что возникает нарушение координации между этими мышцами, между парами мышц лево-справа, либо между мышцами-антагонистами, либо и то, и то. Прежде всего, клинически это проявляется в изменении позы человека. Так называемый язык тела. То есть, скажем, доктор может определить эту ситуацию чисто внешне. Ну, например, наиболее часто встречающиеся изменения в позах человека – это нарушение осамок. Вот классическое язык-верическое отступление, потому что вы сталкиваетесь с выпусками из центров, стационаров и так далее, и так далее. Так вот, очень часто фигурирует диагноз в плане изменения позы, связанной с позвоночником и с его расположением, и расположением симметричных участков тела спины – это сколиоз. Так вот, практически всегда это не соответствует действительности. То есть, под сколиозом, вернее, идёт, тогда это не может подразумеваться, потому что это неправильная установка вопроса. Под сколиозом прячется чисто нарушение осамок. Пусть это изменение позы. Это дисбаланс мышц. Никого отношения к истинному сколиозу, то есть к костному изменению, это не имеет. И вот это нужно очень чётко представлять, что если, скажем, ребёнок уходит плечо, поднимается выше или меняется походка. То есть, это связано исключительно с мышцем дисбаланса. Соответственно, это правиль. Как определили 13 лет, значит, как определили, значит, сколиоз уже 47%. Значит, что у неё есть? У неё, значит, видимо, не знаю, от чего это взялось. Похоже на то, что какой-то нерв был задет, и мышцы с одной стороны, определённые, просто не развиваются. И как бы развились мышцы с другой стороны, но когда она выросла, они как бы неокт уже держатся. Пошёл наклон туда, где не хватает. Вот в этой ситуации первое, что нужно сделать, вот измерить длину ног. А, это у неё есть, естественно, потому что когда это сдвигается, то меняется расположение тазов костей, естественно, и одна нога поднимается. Так вот, коррекция в этой ситуации делается очень просто. Стилька. Наращивается обувь на укороченной ноге, и она напрямляется. Это классическая штука, у которой почему-то... У меня уже было несколько таких пациентов, почему разных возрастов. Нет, как это может быть, чтобы она выпрямилась? Она не может выпрямиться? Вот и ты увидишь. Здесь есть две вещи. Первое, что делать, ну, допустим, у неё разница в ногах за сантиметр. Нет, у неё нет только в рейтинге ногах. У неё в рейтинге ногах там, может, несколько миллиметров. Не может быть. Может, она спортсменка, она занимается синхронным плавнем, очень профессионально. У неё там мышцы везде, то есть она как бы держит всё. Нет, если таз ушёл, то разница... Он ещё, он в том-то и дело, что он у неё как бы ушёл, но за счёт этих упражнений, он у неё всё как бы... Она его всё время возвращает на месте. То есть ходит она ровно. Другой вакуум. Ты знаешь, как правильно измерять? Да. Как? Ну, вот, надо её положить на живот и посмотреть, вытянуть пятки и посмотреть их это. Да. А как? Да. Длина ноги измеряется лёжа на спине. Значит, один этот самый край сантиметра ты ставишь на бугор сигарочной кости, подвздошной кости сигарочной. Где-то тут сюда в уголок. Вот он. Сюда. Окей. А дальше идёшь по боковой поверхности до внутренней ладошки, до наружной ладошки. Вот. А, ну так мы, конечно, не измеряли. Но вообще выглядит она нормальной и как бы... Она может выглядеть абсолютно нормальной. Мы говорим просто о разных решениях. Длина ног физическая и их положение. Нет, это разные. Естественно. Вот если ты померяешь, я думаю, что при таком раскладе, вот как ты рассказываешь, длина должна будет составлять где-то сантиметра полтора-два. Может быть, меньше. В таком случае. померяешь. сантиметра метровые. Вот это как раз ситуация, которая пропускается. У меня такие пациенты были. Причём, последний дядька, это вообще был супер анекдот. В 85 лет у него паркинсон. и он ходил, то есть он просто вот так вот ходил и чтобы его не уводил, он ходил с палками вот этими скандинавскими. Он держал. Одну палку он держался, а вторую он как бы сохранял равновесие. и паркинсон, паркинсон это театр, паркинсон это тонус все. Он пришёл ко мне вот так вот его ещё и поддерживал. Я говорю, давай посмотрим, почему ты не можешь выпрямиться. Он говорит, я не знаю, вроде ничего, но меня ведёт туда. Мы померили ноги, разница три сантиметра. Три. Я ему говорю, Раван, всё делается очень просто. Ну сейчас берёшь это самое тапок свой домашний, вырезаешь из чего-нибудь из материала два с половиной сантиметра стельку и туда вставляешь и смотришь, как ты будешь себя чувствовать. Он вставил, мне звонит, говорит, слушай, у меня всё болит. Вот это вот все мышцы таза, мышцы... Ну он взял чай? Не паховый и так далее. А ну правильно, ты 4 года ты вот так вот ходишь, всё хуже и хуже, мышцы зажаты. Будем с ними работать. Короче говоря... Нет, но это у него что, всю жизнь нога была? Нет, у него ушло, у него с паркинсона, из-за паркинсона тонус повысился, причём тонус односторонний. Мышца сжимается и её постепенно стало уводить туда. И соответственно, как ты говоришь, таз перекосился, мышцы зажаты. Ну я поняла, это не совсем длина ног. Длина ног, я думаю, всё такая, как есть, а это всё-таки их положение, просто мериться по-другому и... Ну... Ну, эта длина меняется не за счёт кости, а за счёт мышц. Именно, я правильно говорю, что... И что получилось? Что пусть как быль, так как бы... Я тебе говорю, что получилось? Он взял свою, там, три пары обуви, в которые он ходит, пошёл к обувщику, тут ему нарастил, и всё, через две недели он забросил палки, вот, он выпрямился, он ходит как нормальный человек. Нет, но если паркинсон развивается, то это будет ухудшаться, и он придётся всё время наращивать тогда эти тапочки? Нет, потому что мы работаем с мышцами, помимо всего прочего, стали работать, он же ко мне приходит, лечил, не просто, я ему ноги не говорю, а, что мы мышцы, вот, и всё, мышцы вернулись, они генетически полны. Вот это как раз та ситуация, которая говорит о том, что основной момент это нарушение, то есть, что произошло? Нарушение баланса, с точки зрения киностерапии, это называется нарушение баланса. Значит, причины снижения тонуса мышц, причём мышцы могут как быть гипотоничные, то есть, с ослабленным тонусом, так и гипертоничные, причём практически всегда возникает ситуация параллельности, а именно, если одна из мышц антагониста расслаблена, то вторая напряжена, гипо и гипер, и здесь антагонизм тоже проявляется. Но это понятно, если человек уходит в одну сторону, с одной стороны мышцы расслаблены, с другой стороны мышцы напряжены, и так далее. Значит, факторы снижения мышечного тонуса. Значит, первый фактор, это так называемая сублюксация, термин такой, сублюксация, одно слово. Сублюксация? Да. Вот. Сублюксация это снижение мышечных волокон, снижение тонуса мышечных волокон самих, как клетки. Второй фактор, это снижение рефлексов. То есть, снижается нервная проводимость. Третий фактор, снижается я пытаюсь перевести на понятный язык, снижается сосудистый тонус, то есть, полноценное питание крови и лимфотока. Дальше, снижается питание межклеточной жидкости, то есть, спинномозговой жидкости, конечно, не только. Это то, что восстанавливает крайнюю сакральную терапию. Вот. И последний, пятый момент, это снижение энергетической, энергетического воздействия через меридианы. То есть, вот, в точном массаже, движение энергии по меридианам, которые направлены на вот эту конкретную мышцу, она тоже снижается. снижается. Теперь причины мышечной гипертонии. Первая причина, это, естественно, это гипотония антагониста. длительное расслабление антагониста приводит к контрактуре второй мышцы. это вот для девочки вот ровно вот это самое. То есть, с одной там, как бы, мышц практически нет, а с другой, там, естественно, росла мышца и она дана. И хорообрактор ей эту мышцу расслабляет, естественно, с новым эффектом. То есть, он расслабляет, она выпрямляется, встает и все возвращается. Я тебе говорю, начни с этого. Просто интересно посмотреть, что будет, если это действительно не так. Не дожди в руки. Я по мере обязательно интересно. Мне как интересно. Если, и самое интересное, если вы найдете разницу, то, ну, не надо, как бы, сразу делать, а чуть-чуть меньше. Ну, допустим, если разница сантиметра, сделать стельку там 0,75. И посмотрим, что будет. Будет она ровная. Если она в одежде, вообще не видно, что там что-то. Это ее надо раздеть, чтобы было видно. Потому что именно за счет того, что она спортсменка... За счет того, что она спортсменка, ее не уводят. Да, именно. Но как только она расслабится или как только это будет нарастать, ее поведет. Почему поведет? Обычно у спортсменов это все наступает, дольше проявляется, но быстрее приходит. Значит, продолжаем. Причины гипертонии. Значит, первое понятно. Второе, соответственно, там получается на фоне этого искажения комплекса работы нервной, сосудистой, лимфатической и так далее. То есть, все рецепторы, которые работают на мышечной структуре, они все одномоментно нарушаются. Значит, третий момент, который ведет к гипертонии, это стресс. Как острый, так и хронический. Причем любого характера. вот здесь для вас очень важен, для вас, для вашей работы, я думаю, ситуация, которая, то, что я в свое время пытался, так сказать, всем внушить, это стресс в семье. То есть, ситуация, скажем, взаимоотношения родителей, ситуация, то есть, ну, вот, понятно, не тебе говорить на эту тему, что вот этот психологический момент, который, еще говорят, что может быть, что он там понимает, этот ребенок, то есть, вот это очень быстро может привести к состоянию гипертонуса. Причем, здесь интересная ситуация возникает на фоне стресса. Поверент может быть первичный. Вот, если первичный посыл вариант стрессовый, то изначально пойдет гипертонус одной половины, а как следствие, как антагонист, гипотонус второй половины. То есть, если мы говорим о мышечной проблеме, то у нас возникает сначала гипотонус, сначала расслабление, а потом спазм. А если мы говорим о стрессе, то ситуация может быть с точностью до наоборот. Ну и последнее, ну, Давиду это будет более понятно, я так думаю, хотя, нормально, прослушиваю по поводу точного массажа. То есть, это переизбыток энергии в соответствующем меридиане. я вам давал в свое время симптомы избытка или недостатка энергии, если у тебя эти конспекты сохранились, то это нужно восстановить, и если меридиан проходит вдоль той или иной группы мышц, то, соответственно, избыток энергии этого меридиана влечет за собой повышение тонуса. Понятно, да? Причем гипертонус может быть как у целой мышцы, так и у отдельных ее участков. Причем вот эти вот участки, вот опять мы сейчас приходим к ситуации, которая с одной стороны никому не понятна, а с другой стороны до смешного проста. Почему? Потому что когда мы говорим о таком понятии, как миофасциальный синдром, который страдает достаточно большое количество людей, миофасциальный. Это где такое? Это в мышцах. В каких-то конкретных? Ну, в мышцах скелетных, да. В мышцах, которые держат скелет. В чем он выражается? Он выражается в том, что любое прикосновение любое воздействие на мышцах называет боль. Ставится миофасциальный синдром, и человек говорит, что вот не надо меня другать, у меня все болит по определенному. Причем, что самое интересное, что никто не может понять причину, я имею в виду официальную медицину, и, соответственно, никто не может вылечить. А все очень просто. Это они это называют фибромиалгией? Типа, да. Так вот, фибромиалгия это как бы диагноз, а синдром не в социальном, то есть вот участвует, да. Там еще появляются такие уплотнения болезненные, вот ведешь и появляются такие вот как шарик, который вызывает этот убор. То есть вот это на самом деле все очень просто, это очень легко убирается именно вот кинезиология. То есть интересно, обычно люди с таким диагнозом очень не стремятся избавиться от него. Ну, известно. Не, здесь другая ситуация, им просто очень больно. Нет, нет. Им не интересно, им, как правило, это завязано на кукушку. Так, а мы говорили... Я серьезно, мы так их видели. Как только они чувствуют, что облегчение, они тут же сбегают, им это не надо, потому что для них это часть жизни, и это не просто так, у них как бы на это завязано много вот всяких там жизненных каких-то моментов. психологические моментов. Я бы сказала, психиатрические. У любого, у любой патологии, у любых проблем, это нужно найти определенные, у определенных, у людей определенного психического склада, так сказать. Вот. Так вот, вот эти самые миофасциальные участки или миофасциальные триггерные области. Вот они могут быть чисто гипертоничны. Так, методы диагностики. Плохо, что если, мы за ним говорили, пока ехали, что куст тогда откроется, да, тут какие-то элементы будут повторяться. Будут повторяться. С 9 до часов. Если мы еще там 2-3 где-то показали. чтобы за Аркадия это было еще потеряно проводить. Ну, хотела бы. Ну, у вас одна одна товарища есть. Юра есть. Еще парочку надо бы. Пару-тройку. А ты поговорил с этой женщиной, может быть, ее коллегам это будет интересно. Она говорила о себе. Ну, я поговорю тоже, ну, у меня есть два текстильщика свидетельства. Во-первых, это Иерусалим. Очень мало народов, кто живет в Иерусалиме. А во-вторых, это время. Итак, методы диагностики по одной кинезиологии. Кинезиологии первое это анализ позы или язык тела. Значит, здесь мы отмечаем какие моменты. Во-первых, осмотр или наблюдение за человеком в статическом положении и в динамике. То есть, как стоит, как ходит, как сидит, как двигается и так далее. а также в ситуации, когда ему когда он испытывает максимальный дискомфорт. То есть, когда максимальное увеличение боли. Кроме того, что мы оцениваем в этом разделе. Во-первых, особенности строения человека, особенности его походки, симметричность костных элементов, костных выступов, мышц сухожилий, развитие связочного аппарата, возможные какие-то особенности, связанные с его анамнезом жизни. То есть, повреждения, рубцы, всякие разные состояния после вывихов и так далее. Как расположены на одинаковом уровне ровная ли голова, на одинаковом ли уровне плечи и так далее. И так далее. Вот. Вот.